Здравствуйте! 15 февраля исполняется 31 год со дня вывода советских войск из Афганистана. Как вспоминают службу в горячей точке участники боевых действий сегодня? Как отражаются события той войны в творчестве? Об этом и поговорим. И в нашей студии председатель Самарской региональной организации «Контингент», участник боевых действий в Афганистане Константин Клюев. Здравствуйте! Здравствуйте! И также участник боевых действий в Афганистане, музыкант Владимир Суслов. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, давайте начнем с того момента, когда вы вернулись уже после службы в Самару. Вот как вы привыкали к мирному времени? Но все-таки, вот сказал, начнем с этого, но обозначьте, кем вы служили, в каком возрасте ушли в Афганистан. Кто начнет? Давайте я начну. Я служил 18 лет, попал в армию, как положено, да, пришел сам военкомат, попросился. Меня сначала не взяли, вот, очень, в 85-го года не взяли, я настаивал, да, и 86-го меня все-таки взяли. Туркестанский военный округ, город Черчик, 467-й учебный полк, разведывательный диверсионный спецназ, главное разведывательное управление. Правда, что вы бросили институт? Бросил институт, да, да, хотя у нас было, не отсрочка была, освобождение, потому что у нас была, это, кафедра артиллерии, мы были освобождены. Я взял академический отпуск и сам пошел военкомат, настаивал, чтобы меня взяли. Вот, после учебного подразделения я попал уже в город Кандагар, это провинция Кандагар, республика Афганистан, в 86-м году я там уже был, вот, в 173-м гвардейском отдельном отряде спецназа Главного разведывательного управления. Да, ГРУ. ГРУ, да. Владимир, как вы попали? Сколько вам было лет? Тоже 18? Тоже 18 примерно, похоже, у меня была отсрочка, броня вернее, я окончил ГПТУ, училище. По какой специальности? Электромонтер, и у меня была отсрочка, я должен был год отработать на тогда еще живом заводе тракторных прицепов в городе Орске. Вот, меня это возмутило, у нас, если честно, во дворе тогда было такое, как бы, мнение, что ты должен уходить в армию вовремя. Со своим призом и должен отслужить честно и как положено. Поэтому я пошел, поругался в военкомате, и мне, а, они мне сказали, осенью не взяли, в 82-м, это как раз у нас Леонид Ильич Брежнев вот умер в это время. И я уволился с завода с боями, но уволился, устроился на железную дорогу работать, и весной меня призвали в армию и попал в Афганистан. Понятно. А кем вы там, какая у вас там была специализация в Гринстане? Радист, ну, вообще, артиллер, мотострелковый полк, это пехота, можно так сказать. Ну, говорят, что это самое сложное, кстати, вот пехота, что вот вся тяжесть военной службы, вот насколько это, или, ну, сложно, и тяжело, наверное, и трудно. Знаете, каждое подразделение здесь будет говорить и восхвалять свою значимость, что самое сложное было, допустим, у пехоты. В пехоте будут говорить, что самые сложные разведчики, но везде свои сложности были, везде свои сложности. А сколько вас готовили по времени? Вот говорят же, там была учебка, кого три месяца готовили, кого полгода. У нас как раз есть и то, и другое, Константин. У нас полгода, да. Полгода. У нас полгода тренировали, да. У нас два с половиной месяца. Ну, вот я, насколько знаю, Константина обучали примерно так, как это показано в фильме «Девятая рота». То есть, похоже что-то. То есть, были рукопашка, были стрельбы, были... Прыжки спрашивают, да, тактика специальная, инженерные мины. Понятно. Когда вы смотрите, кстати, вот фильмы сейчас «Девятая роль рота», еще Лунгин снял последний фильм «Братство», да? Как воспринимаете все это? Ну, это сборные фильмы, я считаю, да, что их собрали, как бы, чтобы окрасочно показать. Больше художественное, да? Много надуманных, это вещи есть такие надуманные. Вот, ну, все равно, передают они что-то такое напряжение, все это то. Хорошо то, что есть фильмы, я так скажу, хорошо, что есть они, да. Они есть, и здесь, вот, опять же, к тому фильму, о котором мы только что говорили, до эфира «Возвращаясь», там много точек зрения представлено. Это фильм Катерины Гордеевой, да, можно его посмотреть в интернете. И в том числе и взгляд на эту войну, он, естественно, у всех у нас разный. Вот мы буквально перед передачей тоже разговаривали с Константином на эту тему, и, знаете, немного отвлечения в классику. То есть Лев Николаевич Толстой, а рассказ у него есть такой коротенький, простецкий. Три парня лежат вокруг дерева. И один говорит, дерево кривое, другой говорит, нет, оно извилистое, а третий говорит, оно прямое. Вот примерно так это и у нас. То есть у нас у всех память немножко по-разному зафиксировала эти события. В том числе и в фильмах. «Девятый рот» в первый раз я не смог посмотреть, даже минут 20, наверное, не выдержал. То есть настолько это было мне... Искусственно. Мне казалось, что это не так. А потом постепенно я все-таки его весь просмотрел. И, знаете, по мне так он хороший фильм. «Братство» пока не могу смотреть. Вот пока так. Через какое-то время посмотрите и поделитесь это впечатление. Может быть, да. Ну, вернемся к тому моменту, когда вы все-таки вернулись из Афганистана. Какой это год был? Это 88-й год был. А вы? В 85-м. А, в 85-м. Я в Середочке. Когда, Константин, вы вспоминали свои, в общем-то, послевоенные, так скажем, впечатления, вы рассказывали о случае, когда вы стояли на остановке, и мимо проезжала машина, и в глушителе. А у нас как раз треуган стояло, да. Да, вот расскажите, ваша реакция какая была, что это было? Ну, вообще, если так брать изначально, как бы меня стороной обошел, афганский стороной обошел. Потому что я когда пришел, сразу попал в ряды афганцев, которые уже были на гражданке, уже как-то немножко к ней привыкли. Вот. Я только пришел, меня сразу они к себе забрали в течение двух недель, я поступил в университет, потому что на юридический факультет. Вот. И у нас училось несколько афганцев, в одной комнате даже жили в общежитии. И, выходя один раз с занятий, мы на остановке на Московском шоссе, и Потапово стоим на остановке, едет машина, и, как часто бывает, и ухлопнут трубы, выстрел идет, бф, вот. И мы все трое, не сговаривающиеся, прям в одну секунду упали в лужи, в грязь, прям возле остановки этой. И потом только встаем, отряхиваемся и смеемся. Да, вот с одной стороны это, конечно, смешно, а с другой стороны и не совсем смешно, потому что все это нужно было пережить, и все это остается, как бы то ни было. Ну да, это было. И вот еще говорят, что после вот Чеченской войны и дальше была реабилитация для тех, кто вот прошел вот эти боевые точки, а после Афганистана не было. Не было, да. И вот спасение, наверное, было в том, что вы объединялись, да, как-то вот не один по одному были. Ну да, да. Спасение было именно в том, что кто-то уже был там все год-два уже на гражданской жизни, и подай к ним, как бы вот это проще происходило. Все уже вот это проживали эти этапы. Владимир, а как у вас произошло вот это ощущение мирной жизни? Не трогало вас, что вот здесь вот все так весело и хорошо живут, а мы там? Я опять тяготюсь к разнообразию. То есть у всех, наверное, все это происходило по-разному. Для меня существенным было изменение ландшафта, насколько я потом это осознал. То есть зажатость гор везде, то есть везде, где я служил, это или у подножия Саланга, то есть Гендукуш, подножия Саланга. И весь Саланг я и на Саланге стоял, и с той стороны, и с южной, и с северной, посередине, то есть в разных местах. И все время это горы, скалы вокруг, ограниченные расстояния. А призывался с города Орска, всю жизнь прожил в степях. То есть это совершенно другое даме. Отсутствие многоэтажных домов, отсутствие женщин в нормальной одежде, отсутствие гражданских лиц в нормальной одежде. То есть афганцы, они специфично одеваются. То есть все это, вот на меня лично оказалось следующее воздействие. Я долго, очень медленно ходил. Я вообще по жизни такой, ну и по комплексии, да, быстро. То есть ходи, все. А там наоборот, вот первый месяц-полтора я очень медленно ходил. Я во все всматривался, вслушался. А отношение, как бы, к мирной жизни и то, что это была война, я вообще не осознал, что это была война. Но это вообще не осознал. У меня это было так. Я, знаете, где-то уже, ну, может быть, лет через пять стал уже понимать, что это была война. То есть для вас это была жизнь и жизнь, а вот шла и шла. Нет, я все ждал, знаете, воспитанные мы на Великой Отечественной войне, и мы все ждали, вот лично я ждал штыковое, а ее не было. Вот примерно так. Поэтому и восприятие было такое, что это, ну, какая-то не такая война, не как в фильмах. Она, конечно, отличалась. И тем более здесь говорят, что показывали тоже другую войну, что, как вчера тоже мы смотрели, что туда ехали солдаты, высаживали деревья там в Афганистане. Да, знаете, да. Вот это вот, что там не воевали, а так вот сидели там как-то. Это, кстати, у нас был телевизор именно в армии, и там у нас показывал какой-то канал, первый, по-моему. Ну, там, я не знаю, что, там других-то, наверное, тогда и не было. Да, первый, второй. И тогда, да, там тоже показывали такие передачи, как, допустим, выбрасывают где-то в удаленный район, может, это и в реальности было, гуманитарную помощь, но тогда такого не было понятия. То есть им продукты доставляли. Мы как бы задумывались, какие продукты, потому что, ну, в принципе, если надо было доставлять, то доставляли как бы по-другому все это. Ну, и, ну, да, то есть были такие расхождения в информационном обеспечении в Союзе, что у нас происходило там. Это, конечно, ну и в письмах, да, вот письма мы, конечно, не писали, что происходило у нас. Это как-то было тоже такой негласный, что ли, внутренний закон. То есть, ну, все нормально, все замечательно. Я вот сегодня перечитывал письма матери, которые я писал, и, ну, там все время спрятано что-то, там, допустим. Да, у меня нормально. Я, кстати, прочитал, как я бросил курить. Я там месяц не курил. Бросили курить? А что случилось? Почему вы бросили курить? Просто бросил курить. Да, это редкость была такая, что на меня все приходили смотреть. Сигарет не было. Колонну сожми, надо сигарет не было. Нет, это нас не останавливало. Ну, бросил курить и вот, как бы, описывал, что я не курю. Да, вот то, что бросили, понятно. А что вы приобрели? Чего бы ни случилось в жизни без Афганистана? Вот как она повернулась у вас? Вот сейчас есть страны сделать, если бы его не было, то жизнь была бы... Ну, я, наверное... И не было бы тех привычек. Я, наверное, уверенность себе какую-то такую... Стержень, там, закалил стержень в себе. Ну, и, конечно, друзей много боевых, которые... С которыми мы уже по жизни больше 30 лет идем, плечом в плечу, помогаем друг другу, наверное. Вот именно война вот эта дала нам. А, Владимир, наверное, творчество, наверное, вот ваших афганских песен не было бы без того, что вы скажете? Ну, до творчества, наверное, еще дойдем, но я самое главное приобретение для себя считаю, это опыт. Жизненный опыт. То есть люди, которые не были на войне, у них оно, в моем представлении, оно ущербно. То есть они не могут представить себе некоторых вещей, которые вполне могут произойти. И как к этим вещам относиться, как с ними дальше жить после того, как это произойдет. Вот это все как осмысление такого этапа. Если проще сказать, наверное, два года на войне приравнивается к 10-15 годам мирной жизни, наверное. Вот приобретение опыта, наверное. По мудрости, да, вот жизненный опыт. Вы создали, Константин, общественную организацию «Контингент» региональную. Почему? Для чего? Ну, эта идея у нас давно, как бы была, Владимир тоже непосредственно участие принимал, принимает сейчас в работе организации. Единомышленники просто мы собрались, посмотрели, чего не хватает в нашем регионе. Нужно было помогать, да, все-таки вот нужно было помогать тем, кто прошел. Лучше ветеранам, военно-патриотическое воспитание, чтобы как-то разнообразить жизнь ветеранам, чтобы адаптацию они легче прошли, ветераны, которые после нас принимают участие в каких-то локальных конфликтов. Ну, такая цель у нас была, и вот мы уже успешно, как бы, много лет в этом направлении работаем. Как вас отмечают? Вот отмечают вашу деятельность такой общественности? Конечно, отмечают нас. Ну, главными, так сказать, наградами, знаком внимания является это многочисленные грамоты, благодарности правительства, президента. То есть, мы участвуем, если в каких-то субсидиях и в грандах, там, в ходе президентских грандов, то нам выделяют гранды на эти мероприятия. То есть, как бы, ну, это и есть, наверное, признание деятельности. А основные направления вашей деятельности какие? Ну, сейчас основное направление нашей деятельности – это военно-патриотическое воспитание молодежи, потому что ситуация в нашей стране, если сравнивать с нашими временами, намного хуже военно-патриотическое воспитание. То есть, дети не очень так желают быть защитниками отечества, к сожалению, в будущем. Почему я так говорю? Потому что каждый год общаюсь порядка с тысячей детей, из них там единицы готовы пойти в армию, служить и изъявлять желание заниматься. Потому что у нас есть клуб военно-патриотический, мы проводим летние военные лагеря для детей, и очень тяжело набрать детей даже в эти лагеря. То есть, никто не хочет служить. А с чем это связано, вот если проанализировать ситуацию? Вот такой упадок интереса. Ну, это работа, как бы, в семьях такая ситуация, в школах такая ситуация. Если у нас по истории, допустим, по литературе, по истории в школах посвящено там 2-3 строчки войны там, в Афганистане одна страница Великой Отечественной войны, что может ребенок для себя взять и что он захочет вообще делать в будущем? Ну, кстати, вот именно после Афганистана, вот всплеск такой был создания групп музыкальных, да, вот в Чечне никто не запел, да, не создал там группы, там, Чечня. Потому что дефицит был. А после Афганистана вот очень много. Вот как вы пришли к этому? Вы до этого пели? У нас не было. Было музыкальное образование какое-то или нет? Нет, не было. Не было? Ну, дворовое было. Дворовое. Дворовое. Да, музыкантов можно было условно в Афганистане разделить на две категории. Первая категория – это те, кто имели музыкальное образование, и в Афганистане, ну, так, в кавычках, естественно, это слово официально, музыкально как-то присутствовали. То есть, допустим, на концертах делали песни новые, вот у нас есть известные самые группы, это «Каскад», самая первая гастролирующая группа в Афганистане, и «Голубые береты». Ну, были еще и в каждом подразделении, где командиры отцы задумывались о моральной какой-то поддержке внутри коллективов воинских, они создавали какие-то тоже вокальные инструментальные ансамбли, так их назовем. Ну, то есть, они присутствовали и выступали время от времени, и кроме них еще существовали вот такие, как я, это такие казарменные гитаристы, если так можно нас назвать. То есть, мы на гитарах приезжали каждый, во-первых, это, знаете, было интересное время с точки зрения музыкальной в Советском Союзе, то есть, как раз развитие было. Вот, допустим, когда я пришел в армию, то тогда там присутствовали цветы, грубо говоря, и «Ариэль». Вот, это песня. Я пришел с «Машиной времени» и с «Воскресеньем». Следующие приходили с «Кузьмины». И, то есть, вот это этапы такие были. Я вот уже учился, допустим, «Кузьмина», песню «Мама», я его выучил в армии. А первые ночи у меня в Афганистане, я полночи играл на гитаре, всю машину времени, Розенбаумов всего перепел, все, что знал Новикова и так далее. Вот, а потом уже я «Каскад» выучил, естественно, вот их репертуар, он мне до сих пор нравится, до сих пор я его... И развивались, и развивались. Сколько у вас сейчас песен вообще всего? И ваших, вы же пишете и музыку, и слова тоже? Да. Это располнительные. Если отформатированных, то их немного, я думаю, что порядка 20-30 от силы песен. Но они все афганской тематике посвящены или нет? Нет, 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 нет. Есть у меня... У меня так и делится, как у Льва Николаевича Толстого. Хотя он мне как... Вот его творчество не очень меня тронуло почему-то в этой жизни. Но вы постоянно сравниваете. Но поскольку читал, изучал, да. Мне больше Федор Михайлович все-таки. Вот как два таких они антикода. Да, а некоторые даже спрашивают, кто вам больше нравится, Толстой или Достоевский? И это о чем-то говорит в человеке в личности. Для меня это тоже. То есть я понимаю примерно... А у вас Константин? Я сам пишу. Кстати, да. Да? Я сам пишу. Вот если выбирать между Львом Николаевичем и Толстымом Федором Николаевичем и Достоевским, я бы выбрал Константина Клювилова. А вы пишете рассказы? Ну нет, у меня военные романы. А, романы? Да, да. То есть одну книгу я издал уже, сейчас вторую заканчиваю. Ну, военные все. Вот видите, как творчество. Все-таки вот толчок какой-то. То, что вот прошли какие-то грани, да, и вот этот опыт набрали, это, наверное, подталкивает к тому, чтобы это отдать и рассказать. И из себя вот это вот, то, что накопилось, поделиться этим. Давайте сейчас послушаем песню в исполнении Владимира Суслова, но потом продолжим. В конце тысячелетий нам был дан один урок Наш ветер тогда тул прямо на восток И мы пошли служить туда с тобой, браток А нас там ждал афганский рок Каскад морозов Игорь и Шкетун Юрок Береты голубые и Кирсанов это рок Дзиды и черпаки и дух шнурок Слушали их афганский рок Афганский рок Афганский рок Афганский рок Куджо, Бурубача, постой, браток Послушай свой афганский рок Перед боем тебе завсегда было впрок Послушать свой афганский рок А мы не пили пунш и не цедили грок Но хлестали мы свой афганский рок Под грохот канонат мы спускали курок А нас испытывал на прочность Афганский рок, афганский рок Спецназ, пехота, десантура, погранцы Дорожники, саперы и автоботовцы Танкисты, пулеметчики, летчики в свой срок Служили свой афганский рок Гардез, Газни, Гераджа, Лалабад Кундуз, Габула, Садабад И Кандагар, Терешковский поворот Читовости Афганский рок Афганский рок А мы вернулись из Афгана на очий порог Кто жив, кто залег в цинковый гроб Переломанные души вдоль и поперек Но это наш и только наш Афганский рок Афганский рок Афганский рок Афганский рок Афганский рок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По сути, мы относимся к этому не как крутись-вертись, рок-н-ролл, а в голове первое, что это судьба, и вот как судьбу ты ее и описываешь, и относишься и к песне как к судьбе. Поэтому оно выскочило у меня буквально, знаете, после общения, кстати, с группой «Каскад», я в первый раз их встретил. Мы служили в одном полке, как в той песне, да, в одном полке, но в армии один раз я их видел всего на концерте и все. И не знал их лично. А после армии уже познакомились, мы близко и там дружим очень хорошо, да. И вот после знакомства с ним я, собственно, написал эту песню. Она посвящена Сухову Андрею. Это основатель, он военный дирижер, то есть очень серьезная личность. Ему посвящена и его группе, и его детищу «Каскаду». Понятно, теперь понятно. Константин, вы пришли, как вот это называется, не вещь, хотел сказать, вещдок или что-то. Это что такое, чтобы мы объяснили зрителям, что это такое у нас присутствует? Это подлинное? Ну, конечно, это не подлинное, уже сделали, потому что, допустим, как таковых таких вещей... А что это? Вот покажите. Это называется РД-54. Но это в Багазинске были такие же. Это рюкзак десантика до 1954 года образца, в который укладывается... Он маленький, да, несмотря на то, что он маленький, он, не помню, 30 литров, по-моему. Несмотря на то, что он маленький. Ну, у вас такой был-то? Да, у нас именно такие мы РД экипировались. У него патроны складывались, сухпай и вода. Ну, мы, конечно, как солдаты дорабатывали, потому что у нас... Ну, маленький, маленький, все равно, такой, это емкость такая. Мы нашивали сюда фляжки, фляжки нашивали сюда. Вот, когда я был пулеметчиком, я два таких РД сшивал. Ну, друг с дружкой так сшивал, получается, чтобы туда уложить больше боеприпасов. Потому что, сами понимаете, на войне боеприпасы это самое важное. Вот, допустим, в этом РД вмещалось боеприпасов на 2-3 часа боя всего, представляете? То есть, сшивал 2, РД мне хватало на 5 часов боя. А это очень важно было. А, это что, вот это второе? А второе, это разгрузка. Вот, несмотря на то, что наша промышленность военная работала там на полукатушку, и наше оружие было одно из самых лучших в мире, а бундирования у нас не было, сразу скажу, в 80-х годах. Мы делали себе, сами все шили. И даже такая простая вещь, вот, разгрузка, и у нас из вас лифчик. Да, они неудобные. У нас были подсумки просто такие, на два магазина. А на войне, сами понимаете, чем больше у тебя магазинов, боеприпасов, как ты... Ну и как бронежиле, так невременно еще тоже выполнял. Да, и как бронежиле, да, его можно было так одеть, чтобы грудь защитить, можно было опустить сюда, чтобы живот защитить, ранение. Потому что магазины с патронами, они в себе это, как бы, задерживали. У нас такого не было ничего. У нас такие были только пакистанского и китайского производства, трофейные. Вот мы себе сами обеспечивали такими разгрузками. Их не было, да, таких, к сожалению. Вот, ну сейчас уже есть и такие, завидно даже, завидно, что какие разгрузки у нас такие. Ну даже лучше воевали, наверное. Да. Ну хотелось бы все-таки спросить у вас еще. Ой. Как сегодня, как часто вы вспоминаете Афганистан? И с какого момента, ну, меньше стали вот? Не, да, я каждый день. И до сих пор каждый день? Да, потому что у меня, где я живу в доме, у меня есть кабинет мой рабочий, где книги пишу, где документы готовлю. У меня все он оплеен, естественно, флажками ВДВ, грамотой, благодарностями, наградами моими книгами, альбомами. То есть у меня постоянно это на виду, я, естественно, каждый день думаю об этом. Да. Вот, поэтому, ну, как бы, это так. На всю жизнь получается? Да, на всю жизнь. Два года, два года, все, служба, а на всю жизнь уже больше 30 лет каждый день об этом думаешь. А вот раньше, чаще, конечно, вспоминаешь, наверное, да, потом потихоньку как-то вот это все. Ну, были какие-то периоды такие, наверное, когда я забывался это. У меня по-разному было, но то, что всегда я вспоминал на протяжении всего времени, когда-то интенсивнее, когда-то порежу, в последнее время больше, вот, начиная где-то, ну, последние десятилетия, я бы так сказал, это, наверное, каждый день. Просто у меня такой был период, как бы, кухонный, я его так назову. То есть я на кухне сидел и потихонечку что-то думал, сочинял, вспоминал, читал, то есть не спешил, что называется, у меня было время. И с 2009 года просто мне пошли уже, как-то стало рождаться, действительно, что-то. Ну, с нами связался, потому что. Да, с вами в том числе, кстати говоря. Говорят, да, это из кухни немножко вышел, на ютубе выложил свои песни, и оно пошло. Начали продвигать, продвигать его. Ну, спросом пользуется, что я творчество. Да, у вас есть стихи? Есть, конечно. А можете сейчас вот одно из них прочитать? Давайте. Камеру, вот камера. Могу забыть что-то, но посвящено кривоствольному пулемету соседа моего, Константина Клеева. Он его еще не очень хорошо знает, этот стих. Вот, кстати, есть она такая, простецкая песня, но не оформленная, не дадем. Первый пулемет свой, кривоствольный, я берег без нежности поток. Я его таскал с собой довольно. Пулемет мне был и брат, и друг. Он всегда со мной был при каждом деле. Надо ли поесть, поспать, и любовь вскружить. И сколько не стелила смерть в постели, мой пулемет нормальный был мужик. Надежен был бродяга кривоствольчатый. Не плакал, не плевался, не тупил. И любил писать короткими строчками. Мне кажется, что я его любил. Да, но вот эта тема оружия, да, и пулемет, и человек. Это же целая тоже философия, да? Это философия, да. Войну пройти и... Оружие – это отдельный предмет, который заслуживает отдельного и описания. У меня, допустим, есть, знаете, такая короткая бестолковая проза, или так называют. То есть я больше это воспринимаю, как в тренировках такую, в упражнении словами. Но есть, посвященные, допустим, своему автомату. А познакомиться можно, и в интернете вы выкладываете, да? Можно найти вашу выраженную прозу. Лучше не надо, нет. Есть стихи, вот они пускай будут. Это для личного пользования. Хорошо, ну вообще, да. У каждого, наверное, складывается даже свое отношение с оружием. Конечно. Война – это тема для многих размышлений тоже. Спасибо вам огромное. Наше время программа подошла к концу. Ну, прежде всего, желаю вам здоровья, хорошего, счастливого восприятия жизни. Всего самого хорошего. Спасибо вам. Спасибо. Приглашайте еще обязательно. Спасибо огромное. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова